Мне понравилась вот такая вот шавка. А сейчас скоро голова начнет мерзнуть уже. Опять зелененькая. Вот я решила купить все-таки. 30 евро стоит. И она довольно теплая. Всем привет! Я уже приехала в Латвию. Я уже нахожусь в Риге. И сегодня целый день занимаюсь разными своими делами. И думаю, нужно включить камеру с вами поздороваться. И смотрю, уже на улице темно. У меня после поездки остались еще белорусские рубли. И даже еще российские. Я разменяла их на евро. И на эти деньги вот сходила еще сегодня в салон красоты. В парикмахерскую. Я, правда, недавно уже ходила в парикмахерскую. У меня так быстро волосы растут. И вот я еще раз подстриглась. Я еще не поняла. Надо будет дома уложиться. Уложить самой. Так что вот такие дела. Когда я была в парикмахерской, я была 2 часа отсидела. Поэтому уже так быстро потемнело. Парикмахерская находится в Старой Риге. Я как раз думала, немножко погуляю с вами по Старой Риге. Раз я сюда приехала, с вами погуляю. Я когда пришла в парикмахерскую, я сразу сказала парикмахеру, что я хочу подстрижься, но только не каре. Только не каре. Терпеть не могу каре. Не люблю, когда сзади коротко, а впереди длинные волосы. Ну, во всяком случае, мне это не подходит, стрижка. Может быть, кому-то подходит, но мне нет. Да, я думала, что выйду в парикмахерской еще будет светло. А как-то резко темно устало. Мой дом черноголовых. Такой ветер холодный сегодня. Я пока шапку не буду надевать. Вечером как красиво здание светится. О, люди сидят в кафе, отдыхают. Я уже напутешествовалась вдоволь. Теперь хочется по Риге погулять. Давно уже по Старой Риге не гуляла. Соскучилась тоже. Ну, сейчас не так уж и холодно. Плюс 9 градусов. Это еще нормально. Главное, что не минус. Но скоро, наверное, будет уже и минус. Сегодня уже 1 ноября. А столики еще на улице не убрали. Кто-то сидит, наверное. Здесь тоже магазин сувениров. Посмотрите, какие бабы, ешки, ведьмочки сидят. Устроили здесь шабаши. А, здесь же недавно был праздник. Вчера соседские дети к нам приходили. Я угощала белорусскими конфетами. Детей все такие довольные были. Вот еще тыква. Кто-то писал мне в комментариях, что сахарный диабет будет, что столько конфет на покупала. Но я же не себе одной. Хотя могла бы и себе одной любимой. Я детям. Я вообще конфеты не люблю. Я думаю, где-то здесь музыка играет. Вот красота. Вышла я на Домскую площадь. И знаете, что я подумала? Только что сказала, что путешествовать в этом году не буду. Но у меня одна мысль пришла в голову. На Рождество, может быть, съездить в Таллинн. Там тоже красиво. В старом городе ярмарка. Меня, кстати, когда-то приглашали в комментариях в Таллинн. Именно на Рождество. Это еще красивое здание латвийского радио. Я радио вообще не слушаю. Вот сейчас в парикмахерской сидели. И два часа слушала радио. Ну, необычно так было. Но интересно. Ну, общались и музыку слушали. Новости даже послушала. Только не помню, что там говорили. Ну, ничего хорошего, наверное, как всегда. Красиво за столом свечи. Мне показалось, снаружи эти свечи. Они тоже внутри за стеклом. А здесь уже все. Сгорели свечи. Тоже какое-то интересное кафе под старину. Какой-то солидный видный ресторан здесь. И смотрите, сколько поваров. Первый раз вижу столько поваров сразу. Давайте подойдем потихоньку поближе. Ладно, давайте не будем им мешать работать. Тем более, подглядывать тоже некрасиво. О, помните летом, когда очень жарко было? Отсюда вода лилась. И дети здесь бегали, обливались водой. Я уже на центральном железнодорожном вокзале. Я смотрю, вот сюда они уже почти достроили. И вот я деньги сегодня разменяла. Здесь обмен валют. Давайте посмотрим, какой на сегодняшний день здесь курс. Доллар и рубль. Я уже приехала домой. Вот уложила волосы. Ну, вроде ничего. И хочу ответить на несколько комментариев. Мне говорили, зачем вы столько покупаете конфет. Все равно вас на границе отнимут. Ну, вот у нас на границе ничего не отняли. Потому что конфеты перевозить можно. Нельзя перевозить молочные продукты и мясные. Там сало, колбасу. Ну, есть список, я не буду перечислять. Так что мы доехали нормально. На границе стояли где-то 3 часа. Выехали мы где-то... Выехали пол-одиннадцатого вечера из Минска. И в Рике были в 9 часов утра. Так что все хорошо. И хочу ответить еще на комментариях. У меня часто спрашивают, откуда у вас деньги. Где вы работаете? Какие у вас доходы? Многим интересует там моя личная жизнь. Ну, вот хочу кое-что ответить. Во-первых, конечно же, у меня есть работа кроме Ютуба. На Ютубе я тоже зарабатываю. Но я зарабатываю там, конечно, не так уж и много. Чтобы на Ютубе хорошо зарабатывать, это нужно снимать каждый день видео. И чтобы в каждом видео было хотя бы не меньше 100 тысяч просмотров. Потому что Ютуб платит за просмотры не за подписчиков, а за рекламу. Вот. Но у меня столько просмотров нету. И я не каждый день снимаю. Поэтому, соответственно, доходы небольшие от Ютуба. У меня есть свой бухгалтер. Я плачу налоги. Как законопослушный гражданин. Ничего криминального я не совершаю. Все законно. Конкретно о своих доходах, естественно, я распространяться не хочу. Сколько я зарабатываю. Потому что все-таки я публичный человек. Я снимаюсь на Ютубе. Я думаю, даже и не публичный человек. Любой человек не хотел бы. Не каждый бы хотел бы рассказывать о своих доходах даже ближним. Своим родственникам, знакомым. Хотя мои родственники, знакомые все знают про меня. Мне скрывать нечего. Так что, если бы вы были моими близкими знакомыми, я бы вам все рассказала. Так. Что еще по поводу личной жизни? Личной жизни тоже мне снимать, показывать особо нечего. Таких ярких моментов никаких у меня нет. На свидание я не хожу. Ну, все у меня так спокойно, ровно, скажем так. Вот. Ориентация у меня нормальная, если что. Я за семейные ценности. Так что, ничего не подумайте плохого. Еще хочу вам рассказать, когда мы с сестрой были в Минске, мы ходили в один ресторан. И нам очень он понравился. Называется Бульбаши. Так что, кто будет в Минске, обязательно посетите этот ресторан. Не пожалейте. Там очень все вкусно. Ну, там желательно заранее заказывать столик. Потому что мы столик не заказали. Но нам просто повезло, что был свободный столик на двоих. Там очень все было вкусно. Мы заказали. Хотелось всего попробовать. Но мы, естественно, не доели. Потому что были очень большие порции. Персонал был очень вежливый. Но, в принципе, куда бы мы ни ходили, везде был вежливый персонал. Но я, естественно, там снимала. Просто я вам в прошлом видео еще не показала. И хочу вот сейчас показать. А мы хотим пойти пообедать. Попробовать белорусскую кухню. Вот в такой ресторанчик Бульбаши. Давайте зайдем. Здравствуйте. Такой декор у них в баночке. С разными соленьями. Так, спускаемся вниз. Посмотрим, какой там зал. Да, мы забыли забронировать столик. Но у нас места есть свободы. Да, мы еще успели. Какая тут люстра шикарная. Вот здесь потолок с такими кувшинами. Супы, борщ с бродинским хлебом. Похлебка из лесных грибов. Уха из речной рыбы. Здесь хорошая, в принципе, кухня. Горячие закуски. Картофельное клец. Прижаренную белой кухонной. В общем, вы видите. Так, а с чем там были голубцы? Извините, я запах. Это мини-голубцы. Из бросавской щуки. Что-то мы взбиваем с сливочным маслом. Украшаем все это дело. Щучьей икрой. Я сейчас поливаю соусом. В основе раковых шеек. Спасибо большое. Как все в воду вкусно все это. Ухожу, все приятного. Спасибо. Так, у тебя черный хлеб. Что это? Сало? Сало, сало. Чеснок. О, еще и чеснок, зеленый лук. Ты на свидание сегодня не пойдешь? Не знаю, что на свидание. Я тоже. Хоть я и без чеснока. Мне нравится, какая у них здесь в зале кухня. В сковородке висят. Такой интервьюр. Интересный. Пожалуйста, драники. Остомленная говяжья грудинка для вас. И для вас пресс-предсказ. Говяжий язык с картофельным пюреем. Спасибо большое. Обжаренный на глинухом. Взять. Спасибо, большое спасибо. Мы еще взяли по клюквенному мосику. Очень вкусный. Прям такой натуральный. Натуральный. И нам принесли еще. 119 рублей. Это получается где-то 40 евро. Ну, в принципе, недорого. Очень было все вкусно. Очень вкусно. Нам понравилось. Так что рекомендую. Здесь, кстати, очень много народу. Почти все столики заняты. Нам чисто повезло, что было свободный столик. Но лучше, конечно, бронировать столик заранее. Что, если что, будем знать. Вот здесь над туалетом такие рога. Ждем, пока принесут наши куртки с гардероба. Здесь такой столик. Символ Беларуси. Зуберт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok